Приветствую вас, уважаемые дамы и господа, на связи я Алексей, команда Юнио Продакшн, и собственно у нас сегодня кратенький гайд по золоту в Палворлд. Золото это, считай, материал, который ничего не весит, так что таскайте с собой сколько хотите золота и перегруза не будет, что удивительно. Итак, как получить золото? Первое, вы его можете найти в мире в сундучках, по сути не очень много, но приятно. Второе, при убийстве людей, которые время от времени рейдят вашу базу. Третье, фармить золото могут кошки Мау и Мау Крист, и если вторых можно найти в снежных горах, то черных кошек Мау надо искать в данжах, они обычно спаунятся по одной-две штуки. Либо простейшее скрещивание курочки и овцы, или курочки и котивы. Кошки приносят по 10 монеток каждые 50 секунд, когда пасутся в вольере. Четвертое, можно просто продать лишних палов. Пятое, и самый простой способ, и самый действенный способ, это ягоды. Серьезно, ягоды. Постройте просто побольше плантаций, палы собирают ягоды, вы их пережариваете, и все это дает вам золото. Вы просто купаетесь в золоте. Продажа одной обычной ягоды обойдется вам в 5 золотых, продажа жареной ягоды 10 золотых. Если у вас их очень много, и у вас лютый перегруз, то просто используйте волка с седлом и кнопку Е для рывка. Да, на вас сагрится охрана, но как бы и пофигу, вам главное ягоды сдать. За сдачу 10 тысяч жареных ягод я получил 100 тысяч золотых. На что потратить это золото? Опять же, тут у нас есть два варианта. Первое, основное, это тупо по КД скупать всех палов у торговцев. Так вы получите опыт, а также новых палов. Если вы играете соло, то просто перезайдите в игру и палы обновятся. Второе, это покупка всякой не особо нужной расходки, кроме, пожалуй, лекарств, про которые я говорю в гайде по лекарствам. Третье, иногда у бродячих торговцев можно найти разные полезные вещи и рецепты. Теперь по торговцам, их есть несколько видов. По началу игры пользуйтесь двумя. Первые два находятся в небольшом поселении. Один продает расходку, другой скупает и продает палов. А вот второе, это черный рынок. Найти их довольно сложно, но возможно. Они также скупают палов, однако продают редких и очень редких палов по большим суммам. Так что их надо проверять тоже постоянно. Ну а на этом, собственно, все. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели данный гайдик. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставим лайк и, конечно же, вступаем в наш Дискорд-канал. Ссылочка будет в описании к видео. Так что всем удачи, пока, до новых встреч.